По словам специалистов, астрологии существует 8 тысяч лет. Знания из древней шумерской цивилизации перешли на восток, в Индию, затем с первыми крестовыми походами вместе с крестоносцами в Европу. По другим соображениям был второй путь через Мавританский восток в Европу со стороны Испанского и Берийского полуострова. Героиня нашей программы Светлана Абрамова. Астрологией. Впервые она заинтересовалась в 1990 году. Раньше в голову ей это не приходило. Я была вполне обычным ребенком. Просто так получилось, что в 1990 году в журнале «Наука и религии» я первый раз увидела карты Таро. Там была про них статья, и они мне завражили эти карты. И вот у меня в 1991 году появилась первая колода этих карт. Я начала что-то там по поводу них искать, какую-то литературу. Родители Светланы, по ее же словам, имели отношение к обычным профессиям. Мама – учитель, отец – инженер. Ничто не предвещало поворота судьбы в сторону астрологии. Светлана окончила факультет истории английского в Рязанском государственном университете. Затем работала. Но с 1990 года знаний как раз набиралось в сфере астрологии. В силу того, что у меня как раз родился ребенок такой не очень сильно здоровый, то мне пришлось работать не в школе, нигде. Я нашла для себя такое место работы, чтобы я была сутки на работе, и еще я была дома, много времени проводила. То есть, соответственно, я еще много всегда читала. Это был момент, когда Светлана читала все подряд. У нее собралась хорошая библиотека. Еще в 90-е издавались там репринтные издания, например, Шмакова, который был тарологом знаменитым российским, который был расстрелян в 1922 году в Одессе. Успенского, то есть у меня было издание, как бы чуть ли не прижизненное еще. Всегда занималась очень много самообразованием в этом вопросе. Поэтому на данный момент я уже свои лекции пишу. Опять же, по поводу обучения таро. Но одними картами таро, хотя колоды бывают разные, как говорится, сыт не будешь. Вместе с этим Светлана всерьез углубилась в изучение астрологии. В 1998 году я поехала в Москву. Там была первая астрологическая школа. Такой был, как бы, она называлась «Единорог». Вот. Там, значит, были начала астрологии. Вот. Я поняла, что у меня вот это еще совершенно завораживает, потому что у карт таро у них нет времени. Там, может быть, сегодня, может быть, через месяц, а может быть, в течение трех лет. И некоторые события реально могли реализоваться вот только по прошествии времени. А, как бы, это такой аспект. Вот, как бы, хочется все время рамочки сузить, то есть все-таки в течение года, в течение двух. Ускорить процесс может натальная карта, индивидуальная для каждого человека. Она создается по дате, месту и времени рождения. На основании расположения планеты космических тел в момент появления на свет. Очень часто считают, что астрология, ну, это что-то такое на уровне психологии, ничего подобного. И как раз, вот, как бы, там тоже нужен очень такой математический ум. Причем я никогда не дружила с математикой, это всегда было очень сложно. Там я даже начала понимать геометрию. В натальной карте видны яркие моменты в жизни человека. Склонность к определенному роду деятельности. Та сфера, в которой ожидает успех. Прошлое, настоящее и будущее. Михаил Борисович Левин, ректор Академии астрологии нашей, он всегда говорит, ой, 90-е годы, какое счастье. В Москве было три астролога. Я до полу-полу жигал оба. Вот. Он вообще доктор физико-математических наук по первой своей специальности. А потом уже он, как бы, окончательно ушел в астрологию. А так он, в общем-то, физик-математик. У него своя модель мира. Он очень много чего знает. И с ним так вот, как бы, и астрология у него, она, конечно, как бы, действительно наука. Когда с ним общаешься, ты понимаешь прекрасно, что это своего рода, опять же, математическая модель мира. С Академией астрологии Светлана четыре года подряд совершала выезды в Вардане, микрорайон города Сочи. Обучение проводили несколько педагогов. Между парами в моменты отдыха астрологи проводили время на море, устраивали сценки друг для друга, веселились. Происходит, ну, как бы, обмен знаниями. То есть, кто что узнал, кто что, у кого что, каким образом проигралось, кто какие новые методики нашел. Так однажды выяснилось, что в натальных картах 98% людей есть точные, яркие, которые ни с чем нельзя спутать аспекты на момент брака у мужчин и у женщин. Так что не все еще открыты и в астрологии. Возможно, со временем натальные карты смогут ответить на любой вопрос человека. Но всегда ли люди пользуются полезной информацией? В астрологах это не Господь Бог. Если удалось кого-то от чего-то предупредить, это очень хорошо. Но человек, ну, раз даже и не слышит. У меня просто был клиент, у которого прям вот выходила авария. А он мне сказал, что у меня с тобой две аварии пережил, и типа того, третья пройдет, вот, я и ее переживу. Ну вот, как бы, на том дело наше общение с ним и закончилось. Мужчина погиб в 2015 году. Не услышал наставления или переоценил себя. Астрологи наглядно видят радостные или страшные ситуации, которые могут произойти в жизни людей. О таких моментах Светлана всегда говорит вслух, мягко предупреждая. Исправить что-то можно. Особенно ярко путь решения проблем могут подсказать карты Таро. Лучше символических и наглядных изображений, в которые так влюбилась Светлана еще в 90-м году, нет ничего. Есть вот такой Таро, например, вот оно, Таро Монара. Для чего? Ситуации, которые происходят в отношениях в паре. Что там происходит, кто кем для кого является. Мил Монара – это итальянский художник современный. Он сам очень хороший Таро, он выпустил эту колоду. После того, как человек понимает, какие роли занимают в отношениях партнеры, он может узнать пути решения проблемы. Как нужно себя вести, что сделать, в какой момент сказать ту или иную фразу. И жизнь начинает меняться. Даже если в раскладе карт Таро выпала карта смерти. Дело в том, что, например, карта 13-го аркана, как вы говорите, смерти, это не более чем карта трансформационной ситуации. Да, ситуация может быть резкая, ситуация может быть какая-то сложная, но тут опять надо смотреть, что выходит рядом. То есть из этой трансформации всегда есть выход. Никогда не бывает так, чтобы все было совершенно ужасно. Бывает совершенно ужасно, но рядом выпавшие карты помогут ответить на вопросы. Кроме того, Таро – это лишь хорошее дополнение к натальной карте. Очень наглядно. Там вот все буквально в рисунках видно. А если я ей скажу, что у тебя там плохая Венера и не очень хороший Марс, они друг друга не видят в твоей карте, ей это будет непонятно. А когда она видит это, ой, а я действительно такая, ой, а действительно такой план мужчин ко мне подходит, а они мне не нравятся, и у нас с ним ничего не получается. Но и астрологам иногда требуется помощь. Восполнение энергии происходит с помощью медитативных практик. А за советом лучше всего обратиться к педагогам. Когда там бывали сложные моменты, я напрямую сконсультировалась у них, потому что это люди, чьим консультациям я как раз доверяю. И, собственно говоря, если я там чего-то не понимаю, я всегда могу спросить. Что касается собственных знаний Светланы, она готова ими делиться. Массово обучать не планирует, но в ее окружении появилась девушка, довольно способная, чтобы перенять опыт. Другим людям она также с радостью рассказывает об астрологии. Это огромный пласт знаний, это огромный пласт культуры, который желательно вообще знать. Это очень интересная вещь. Однако символичность мира для многих находится под замком. У других успех в астрологии также обозначен в натальной карте. Это астролог 17 века, английский. Вот он на эту как раз тему написал книгу, называется «Христианская астрология». Астрология. Этот человек, он предсказал лондонский пожар, причем, когда он это сказал, что пожар будет, его посадили в тюрьму, в Тауэр, для того, чтобы он сам не поджег Лондон. Когда Лондон сгорелся, его выпустили. Астрологи также убеждены, что люди не единожды приходят в мир. Мы здесь только для того, чтобы понять, кто мы и зачем сюда пришли. Осознать свои достоинства и недостатки. Что мы в состоянии сделать, а за что хвататься не обязательно. На это иногда уходит целая жизнь. Астрология, во-первых, стоит как раз на том, что существует этот переход из жизни в жизнь, что меняются тела, а душа, она, можно сказать, вечная. И каждое новое воплощение гранит некую грань. То есть душа, человек, она имеет вид кристалла. И каждое новое воплощение идет огранкой этого кристалла. Можно прийти на Землю сразу после прошлой жизни, а можно и через 200 лет. У всех по-разному, но то, что мы проходим здесь, какие-либо кармические уроки, это однозначно. В основном попадая в одну и ту же семью на этой планете. Близкие же Светланы не имеют отношения к астрологии, но воспринимают ее сферу деятельности очень спокойно. Они упорно делают вид, что это все фигня. И вообще, ты там чем-то занимаешься, ты от этого получаешь какое-то удовольствие. Но у сына у него регулярно такой вопрос. «А у меня с этой девочкой что будет?» Я говорю, «Ну, все, как всегда». «А, ну тогда неинтересно, все, молчи». А у мужа, у него опять же вопрос, например, вот этот заказ я получу. Я говорю, «Ну да, все, хорошо». «А, ну все, тогда вот опять ничего не существует». Так и с прогнозом по поводу избрания Дональда Трампа в президенты США у Светланы с мужем вышел небольшой спор. В итоге подтвердилась информация Светланы, для многих казавшаяся нереальной. Однако мунданная астрология, то есть мировая или социальная, это совсем другая история. В отличие от натальной, индивидуальной, говорит Светлана. В следующей программе «Человек в городе» мы вернемся на землю. Профессор кафедры психиатрии, доктор медицинских наук Алексей Меринов преподает, пишет книги, соединяет на практике несколько методик психотерапии. «Человек в городе»